Привет, Анниси! У нас сегодня Рождество католическое, и мы радуемся жизни. У нас вроде такая интересная ситуация сложилась, что у нас половина католиков, половина православных, поэтому очень многие отмечают оба праздника, и 25-го, и 7-го. Мы вернемся к нашим наикультурнейшим колониями из наикультурнейших. Фуски чувствуют себя превосходно, единственное, что отсутствует расплод. Ну и плюс я почему-то очень-очень давно не видел королеву. Будем надеяться, что она где-то там прячется в толпе своих подданных. Их очень много, они все красивые, если бы не зимовка, то общей цены бы им не было. Но, во всяком случае, выползают периодически, бросаем мушку раз в неделю, который из опарыша выводится. Они ее съедают благополучно, утилизируют, и все у них просто замечательно. Во втором гнезде тоже тусуются с десяток-двадцаток, и они устраивают гонки между гнездами. Здесь их, конечно, намного меньше тусуется. Но, повторяюсь, каждый раз, что рановато я их пересадил сюда. Ну, ладно. Может, в следующем году они размножатся так, что еще третий модуль придется ставить. Он побежал уже один докладывать, что здесь что-то не в порядке. На арене здесь тишина, спокойствие, ветер вводит, собаки лают. Один-два выползает в водичке сиропчика попить. Ну, и на этом все. Так что у них зима в полном разгаре. Пойдем дальше к нашим пробирочным колониям. В пробирочных колониях остатки лазиус-ниггер. Там же сидят компонутусы три штуки. Компонутусам нужна зимовка, поэтому они пока не торопятся что-то откладывать и отложат ли они вообще. Потому что здесь прохладно-прохладно, но не так полноценно холодно, как здесь где-то 15 градусов на балконе. Им нужно хотя бы 5. Ну, во всяком случае, лазиусов-ниггеров очень много. Что интересно, становится это популярнее все еще. Все больше и, соответственно, у меня колоний становится все меньше. Так что обращайтесь по Беларуси тем, кому надо. Из прошлогодней колоний только одна осталась, но остальные колонии этого года очень плодовитые, очень удачные. Я их в городе собирал. Может, они более неприхотливые в городе, чем лесные, потому что в прошлом году лесные слабенько размножались у меня. А вот городские уже и солдат имеют, то есть рабочих и расплод. И просто замечательно себя чувствуют. Осталось тоже штуки 3 фусок. Фулигиноз здесь тихо сидит и не в ус не дует. Что одна, что вторая. В одной расплод, а второй ничего нет. Ну и, соответственно, лазиус-ниггер колония маточная. Это не маточная. Ну да, в принципе, они как маточная колония. Получилось. Я из этих взял рабочих и подсадил эти фулигинозиски. Просто на всякий случай держу рядом, потому что она может окочуриться, как все остальные. И тогда обратно рабочих отправлю в эту колонию. Так что все замечательно. Обращайтесь. Ну, вот есть одно небольшое замечание. Просьба для людей, которые, в принципе, все равно такие люди не смотрят. Это подобное видео. Покупают эти гелевые фермы. И просят у меня муравьев, чтобы прикольно покопались и сдохли через пару месяцев. Ну, думайте, что это тоже живые существа. Их надо брать для того, чтобы развивать, а не для того, чтобы пошутить с ними, поприкалываться и убить потом. Так что гелевые фермы, ну, не рекомендую по-прежнему, хотя не так смертельно, как их там описывают, но они очень-очень некомфортны для муравьев. На этом все. Спасибо за просмотр. До побольшения. Ну, еще покажу вам вот эту вот мордашку маленькую, глазастенькую, которая сопит и смотрит на меня фиолетовыми глазами. До побольшения.